Ладно. Хочешь уехать? Уедем. Ладно. Сейчас соберу вещи и поедем. Отлично. Можно уехать? Естественно. Думаешь, здесь кого-то оставляют насильно? Я бы хотела рассказать о фильме, который называется «Жизнь прекрасна». И его режиссером выступил итальянский режиссер Роберто Бенини. Однажды этот фильм, когда я его посмотрела впервые, глубоко потряс меня. Поэтому я решила поделиться с вами этой информацией. Надеюсь, что многие его видели. Но, может быть, кто-то откроет для себя и такую страницу тоже военных фильмов. Потому что фильм действительно военный. События войны, Второй мировой. Происходит это действие. Все происходит в Италии, на территории концлагеря. Не буду сейчас вдаваться в подробности, рассказывать сюжет. Я считаю, что Роберто Бенини собрал очень хорошую команду. Он взялся, конечно, за очень сложное дело. Потому что фильм написан, извините, снят в жанре комедии. А я напишу жалобу. Пишите, я ниже подписавшийся. Гвида Арефича. Мадонна, какой удар! О боже, вам больно? Господи, я вам помогу, я вам помогу. Я ненарочно, клянусь. Не прикасайся. Забудь про книжный магазин. Не надо, там яйца. Негодяй. И вот таким комедийным языком снимать фильм об ужасах войны, об ужасах пребывания на территории концентрационного лагеря, ну, задача очень сложная. И, в общем, она удалась режиссеру. Кроме него, он сам снимался. Кстати, он часто в своих работах снимается сам, не только как режиссер, но и как актер. Женскую роль там исполняла, в общем, довольно, известная актриса Николета Браски. И очень интересная еще личность, это композитор, который сочинял в самом треке музыку к этому фильму. Очень известный итальянский композитор Никола Пивани. Этот фильм был сделан на пороге двухтысячных, по-моему, в 1997 году. И сразу же номинирован был в разных номинациях разных, он был, по-моему, дважды скороносец, по-моему, кстати, и за музыку как раз, и за главную роль на Каннском фестивале он тоже победил, безоговорочно. И, ну, в общем, очень-очень широко этот фильм стал известен. Он смотрится очень легко, на одном дыхании. И вот как обратная сторона медали, возникает такое ощущение, заканчивается он, к сожалению, трагично. Все-таки это же трагикомедия, можно вот так сказать. И как обратная сторона медали, это возникает вот ощущение неприятия войны, ее несправедливости, ее уродливости. И ощущение того, и четкое, наверное, даже понятие того, насколько мы все простые люди, все живые существа, беззащитные перед ужасами войны. А жизнь прекрасна, как и название этого фильма. Я надеюсь, что вы посмотрите его. И желаю всем нам открытого неба над головой. И, конечно же, мирного. Я поздравляю всех с праздником. Уже 75 лет назад закончились эти страшные времена. И очень надеемся, что они больше не повторятся никогда. Все, что с нами было. Мы спим, Джозе. Завтра нас разбудит мама, она принесет нам вкусный кофе с молоком и печенье. Сначала мы поедим.